Всем привет, друзья! С вами снова Василий, и добро пожаловать в Rayman Legends! И да, мы снова находимся в зоне ежедневных испытаний. Собственно, в этот раз я решил немножечко углубиться в тему, которую поднял в предыдущем выпуске, то есть тему этих испытаний и того, как они проходятся. И в прошлый раз, как вы видите, мы с вами получили золотую медаль. Все-таки она пришла, и все-таки это было золото, причем очень близкое на самом деле. Прям действительно близкое к бриллианту, да. Вот, но в этот раз мне захотелось показать именно на примере одного испытания, как выглядит, ну скажем так, как ощущается и как происходит этот опыт получения той самой медали. Ну, давайте зайдем, ознакомимся с уровнем и попроходим его несколько раз, пока мы не почувствуем, что, ну, мы достигли своего потолка. И заодно оценим, ну, сколько времени у нас на это ушло. Так, хорошо, соберите как можно быстрее, не менее 150 люмов. Это испытание на скорость. Побежали. Будем ускоряться. Будем использовать все возможные спринты. Вот тут мы уже потеряли время. Тут тоже. Так. Да, и здесь тоже. Хорошо, это идет запоминание. Идет запоминание, идет изучение трассы, все. Так, так, так. Ну, конечно, результат сейчас будет неважный. Наверное, серебро. В лучшем случае серебро. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Как вы думаете, с первого раза у нас что получится? Ну да, и тут тоже пропустил что-то, конечно. Печальный заход. Так, 34, бронза вообще. Ну да. Хорошо. Мы уже побили какие-то рекорды. Сейчас нам будут показываться призраки, которые ближе к нам. Нажимаем заново. И побежали. Хорошо. Я использую ряд комбинаций, прыжков особых и прочих радостей, которые, ну, заведомо ощутимо ускоряют бег. Так, вот, это, конечно, здесь критично. То есть, когда ты проходишь кампанию, конечно же, этого никто с тебя и не попросит. Но в режиме испытаний надо использовать каждую возможность, потому что ты соревнуешься с игроками. Ну и они, конечно же, тоже будут очень стараться попасть на первое место. Так, уже лучше. Уже намного лучше. 28 секунд. Сразу перескочили на золото. Ну, я думаю, мы можем лучше. Хорошо. Давайте будем присматриваться к призракам. Возможно, какие-то люмы они специально пропускают, чтобы взять что-то, что доступно быстрее. Так, вот тут тоже я, конечно, сейчас похуже выступил. Уже заведомо похуже, причем значительно. Ладно, не бывает, чтобы в каждой попытке был ощутимый прогресс. Так, нет, вроде как непонятно, пока непонятно. Такое ощущение, что вот эти вот летные локации все просто игнорируют и пробегают мимо. Сейчас будем изучать и посмотрим. Ладно, в этот раз выступили хуже. 30. Было 28. Давайте еще раз. Вон там 24 кто-то выбивает, и это золото. То есть на 4 секунды быстрее нас. Хорошо. Побежали. Да, уже пропустили люма, который дает двойные очки. Уже пропустили тут опять. Ну ладно. Это будет у нас такой, знаете, экспедиторский забег. Мы сейчас смотрим. Да нет, вроде хватает. Вроде хватает. Просто делают это как-то очень быстро. Ладно. Ладно. Тут тоже надо вниз спрыгивать. Не наверх, а именно вниз. Хорошо. Побежали. Окей. Ладно. 31 секунда. Снова не очень здорово. Надо побить рекорд 28 секунд. Свой же. Помчались. Помчались. Так. Да что ж такое. Вот тут я прям теряю время стабильно. Очень обидно. Хорошо. Тут пробегаем. Потеряли время. Хорошо. Плохо. Ладно. Тут, ну вы видите на самом деле, в каких моментах хорошо. То есть, конечно, нам надо по возможности брать именно фиолетовых люмов, потому что за них дают вдвое больше. То есть, это ощутимо экономит время. Прям принципиально. Это решающий фактор в данном случае. 30 секунд. Ладно. Еще раз поехали. Ну вы видите, с одной стороны, это, конечно, повторение одного и того же. С другой стороны, это постоянные пробы и эксперименты. Так. Ну хорошо. Хорошо. Тут прогресс. Посмотрим, что дальше. Неплохо. Отлично. Так. Продолжаем в таком духе. Если все получится, тянем на рекорд. Ну, пожалуйста. Так. Сколько время? 25 секунд. Вот это ощутимо. Вот это ощутимо. Давайте выйдем, посмотрим, сколько у нас нужно на бриллиантовую медаль. 23. Причем, ближе к 22. Однако. Я не уверен, что мы сможем вырезать еще 2 секунды из нашего результата. Но мы будем снова ориентироваться на призраков. Вы видите, по ним можно подглядеть и, возможно, украсть какой-то прием. Ну, да, они тут как-то уже реактивно бегут. Как... Я не знаю даже, как они это делают. Однако. Хорошо. Ну, возможно, 25 секунд и станет нашим результатом. Сейчас, конечно, не в этот раз, естественно. Сейчас мы очень плохо зашли. Но наша цель догнать всех и смотреть их результаты. Но нет, конечно, нет. Это все абсолютно несерьезно. Да. Этот заход, наверное, один из худших у нас. Ладно, заново. Попробуем еще пару раз. Я не уверен, что дальнейшие вылизывания... Вымучивания миллиметров дадут какой-либо результат. Вполне возможно, что 25 станет нашим очень стабильным и очень хорошим золотым результатом. Ну, весьма достойным, я сказал бы. Но... Скоро мы это узнаем. Так, ну да, да. Снова я очень многое пропустил. Чтобы 25 секунд получилось, конечно же, пришлось вообще ничего не пропускать. Ничего. Зато 29 секунд мы уже считаем очень плохим результатом. А буквально пару минут назад не могли добиться и такого. Да. Прогресс налицо. Хорошо, выхватываем, выхватываем. Ну, там фиолетовый пропустили. Я думаю, что это плохо. Я думаю, что это нам испортит результат. Все, тут пропустили фиолетовый, конечно, это конец. А в определенные моменты, когда ты уже заучиваешь нюансы, но понимаешь, что... Ну, какие-то из них получаются не каждый раз. Ты видишь, что у тебя не получился тот или иной момент, и ты просто перестаешь попытку. Ты ее останавливаешь и сразу перезапускаешь уровень. Возможно, мы сейчас тоже сделаем так пару раз. Хорошо, побежали. Пропустили фиолетовый. Давайте заново. Заново пропустили фиолетовый. Так, бежим. Пропустили. Что-то вот тут нужно прыгнуть однозначно для ускорения. Но сделать это очень кратко. Вот так вот. Отлично. Отлично. Но там взяли, по-моему, не фиолетовый. Ну, так себе, так себе на самом деле получилось. Все, потеряно ускорение, полный провал. Заново. Так, стремимся. Вот теперь фиолетовый, как надо. Отстаем от всех, к сожалению. Ну, да, это, конечно, уже начинает вызывать вопросы. Тут нужно уже каждый там пиксель заучивать, условно говоря. И это становится очень сложным. Тут уже вопрос не в том, какой маршрут, а в том, насколько ты еще его, ну, сверхидеально проходишь, чтобы выявить какую-то вот эту долю секунды. Какой-то микронюанс. Давайте еще провернем несколько попыток. Так. Как думаете, какой у нас будет финальный результат? Честно говоря, на данный момент я начинаю думать, что нашим результатом лучшим останется вот этот самый 25 секунд. Которое и вроде и близко, но вроде нас отделяет и целых 2 секунды. А тут, как видите, сотая секунды может решать. Не то, что 2 секунды. Да. Да, нет, это никакой провал абсолютный. Ух, да. Это, конечно, намного напряженнее, чем классический Реймон, чем классическое прохождение уровней Реймона. Потому что здесь, конечно, нужно показывать идеал. И даже он, скорее всего, не будет на первом месте. Скорее всего. Но, ладно, тут схватили, тут схватили. А, дальше все, уже все закончили. 26 секунд, между прочим. Не так плохо. Показалось, что будет 28-29, а по факту вышло всего лишь 26. Ладно. Еще несколько забегов. Тут вот фиолетового пропустили. Тут тоже. А что, если здесь вообще пропустить вот эту составляющую? Не выходит ее пропустить. Да, потому что летим мы все равно достаточно быстро. Я надеюсь, вы поняли, о чем речь. То есть, вот там, где нужно лететь, что если там не лететь, а бежать, игнорируя люмов, и за счет этого быстрее взять люмов где-то впереди. Но нет, нет, это, конечно, ужасный заход. 31 секунда. С чего мы начинали сейчас, просто несерьезно. Ладно. Пропустили фиолетовый. Заново. Слишком высоко прыгнул. Давайте еще посмотрим, есть ли нам куда улучшать результат. Тут тоже фиолетовый пропустили. Но у меня ощущение, что на данном этапе это наш предел. Да, все, 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 наверное. Наверное, все. Да, конечно, все. И тут фиолетовый пропустили заново. Фух. Да, напряжение высоко. Все, пропустили момент. Я думал сверху разогнаться, прыгнуть. Нет, к сожалению, нет. Тут тоже пропустили часть люмов. Давайте заново. Побежали. Бегом и прыжок. Отлично. Провал полный. Все, полный провал. Ну все, давайте ограничимся еще, скажем, тремя попытками. Если у нас не будет никакого прогресса, то, наверное, на этом и остановимся. Так, нет, ну это все, это полный провал. Раз. Попытка номер два. Ну-ка. Так, ну ладно, неплохо. Вызывает вопросы некоторые, но... Это было сносно. Собираем фиолетовые, собираем, собираем. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну, они, конечно, нас опережают очень серьезно. Очень серьезно опережают. Сколько? 26 секунд. 26, но у нас было 25. Да, и последняя попыточка. Давайте пробежимся. Это даже за попытку не считается. Я просто не смог вовремя нажать удар и остался стоять на месте. Отлично. Так, ладно. Ну ладно, хорошо, добежим это до упора. И посмотрим, какое у нас будет время. Которое мы уже считаем провальным. Вот на данной стадии, на данном количестве попыток, это уже провал. Вот прям конкретный провал. Хорошо, сейчас увидим. Собираем, все уже закончили. И мы закончили на времени 27 секунд. 27 секунд. Почти 28 на самом деле. Фух, господи, да, это было очень напряженно, конечно. Не стану скрывать, это было очень напряженно. Как видите, нам показывается результат практически рядом с бриллиантовой медалью, но до бриллианта нам не хватает 2 секунд. А это все-таки серьезный разрыв. Но вот таким образом, друзья, и происходит выбивание этих испытаний. Таким образом и происходит прохождение, набивание вот этого уровня крутизны, который вы можете видеть снизу, слева. Да, процесс непростой. Процесс, требующий постоянной эволюции над самим собой, постоянного прогресса. Но затягивает. И в этом есть вот соревновательный дух. Ты понимаешь, что ты можешь лучше, что это возможно. Вот перед тобой бежит призрак. И ты видишь не просто, что он может лучше в теории, а как он может лучше, в чем именно он лучше тебя. И ты пытаешься, ты экспериментируешь, ты тренируешься, ты повторяешь раз за разом и добиваешься результата. И в этом есть что-то такое, что, ну, можно сказать, награждает тебя. Что ж, друзья, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно. И надеюсь, что вы присоединитесь к этим испытаниям. Ну, а пока я приглашаю вас присоединиться к нашим социальным сетям. Все вы найдете по ссылочкам в описании под видео. Внизу вы найдете также дискорд. У нас там сейчас особо мощная движуха. Ну, и спасибо за просмотр. До следующего видео. Пока. Пока.